Добрый день, уважаемые участники Дня Биополя. Я представляю компанию Бетехагра. Находимся мы в городе Тимошевске, наше производство. Занимаемся производством микробиологических препаратов для растеневодства и животноводства, в том числе ветеринарные препараты. Основаны мы в 2004 году, то есть 16 лет на рынке. Это у нас новая площадка, строится практически и цех животноводства, растеневодства. Это позапрошлом году, как бы, линия была установлена по розливу препаратов. Ну, это общий вид, это ферментеры, которые есть. Значит, я коротко о препаратах. В принципе, их можно увидеть, посмотреть и на сайте. Кстати, участвуем мы в День Донского поля, который завтра, вот послезавтра два дня у нас там и павильон, и литература, и все, можно, так сказать, предметно поговорить, ознакомиться. Значит, первый препарат это Геистим. Вот, на основе гриба триходерма и ассоциативных бактерий, азомоносагелеса, азотобактер хруококкум. Ну, применяется, в принципе, на всех культурах. Но мы, особенность от применения наших препаратов, я буду так потихоньку говорить о том, что мы выстроили систему препаратов применения вот по... К экрану поближе. Практически по видам обработки растений. То есть здесь мы применяем как деструктор в основе своем, то есть принесение по пожневным остаткам, хотя применяется и в овощеводстве, и, так сказать, и в других целях на разных культурах, против разных, так сказать, болезней. И хочу подчеркнуть, что когда мы по пожневным остаткам работаем, то в первую очередь, еще раз говорю, что наша задача снизить численность патогенной микрофлоры. А что касается производителей, которые ставят вопрос о разложении пожневных остатков, то этим надо заниматься с регулировки комбайнов, в том числе, так сказать, измельчителей и так далее. Чем мельче измельчите и распределите по полю, тем лучше для всех. И для микроорганизмов, это не корова, которая жует, так сказать, сено, да, и для обработки почвы. Почему производственники чаще всего изостряют внимание на том, что надо солому разложить, потому что если ее там много и как бы она не измельчена, то она создает проблемы в обработке почвы. Следующий препарат БФТИМК БАЦИЛЮСАМИЛОФАЦИНСКОЕС-2, обладающий фунгицидными свойствами, он у нас одноштамовый, здесь на разных культурах, чистый биофунгицид, эффективно работает на ряде культур против различных, так сказать, патогенов на, так сказать, на различных культурах. Я не буду здесь подробно. Следующий препарат, это препарат, который мы зарегистрировали уже, наверное, лет пять назад, многоштамовый, как микробиологическое удобрение, тогда впервые мы это сделали, где у нас здесь, кроме препаратов инокулянтов, к примеру, да, здесь и фунгицидная часть, то есть здесь видите, гриб трехадерма, виридопсивдомонос, бацилюс субтилис, и, к примеру, бродиризобиум япоников, это, ну, инокулянт для сои. То есть, как говорится, в одном флакане, так сказать, все компоненты для того, чтобы, в принципе, не применять химические средства, или протравитель, например, как в сои, ну, использует Максим тот же, да, то есть фунгицидная часть, Максим плюс инокулянт. Вот здесь это все, так сказать, в одном флаконе, и это очень удобно, и это великолепно справляется с той патогенами микроорганизма, которые есть на семенах, ну, кроме всего прочего, это и улучшение, то есть схожести семян, прорастания и так далее. То есть, великолепно работает. Также вносится и с каплей против различных патогенов почвы. Я не буду расшифровывать это все, то есть, как бы, все характеристики этих штаммов. Следующий препарат, это препарат инсетим, это инсектицидный препарат, работает по чешуи крылым, великолепно работает против паутиного клеща, моли, то есть, сейчас у нас готовится на регистрацию, так сказать, новый препарат инсетим, где мы включаем штаммы, работающие против нематоды, то есть, как бы, там более расширенный список штаммов, затраивающий более широкий спектр вредных организмов. Значит, по разным культурам работает, хочу сказать, что по чешуи крылым первый и третий возраст, это гусеница до сантиметра максимум, значит, если более старшего возраста, эффективность снижается. Но если мониторить и, как бы, вовремя променять, то, в общем-то, проблем никаких, великолепно работает в этом плане. Значит, это вот было проведено у нас там в Лобинском районе Прогресс есть такое, Нежинец руководитель, мы давно с ними работаем. Много сои, они вот 5 тысяч гектар провели испытания по применению инсетима на паутином клеще. Вы видите, какие результаты, да? То есть, как бы, и это не приличная площадь, это практически вся площадь хозяйства, где отработали и, ну, оставляли контроль. Ну, и по урожайности, вы видите, контроль 7,2, да, там, где работали. И хочу обратить внимание, что численность на одном листе, это совершенно точные данные, потому что участвовали сотрудники Россельхозцентра, научно-исследовательского института, которые проводили все эти, так сказать, мониторили и проводили эти анализы. То есть, вот какая разница по там, где работали, где не работали. Значит, в прошлом году осенью у нас вышел, так сказать, зарегистрировал препарат ГЕСТИМФИТ и вот разные марки А, Б, В, Г, Д, да, ЕЖИТ. В данном случае это нам позволило вообще выстроить линейку по применению препаратом и производственникам удобно. Ни одним препаратом мы по всем болезням, да, ну, как правило, сейчас часто так происходит. А в данном случае мы его разбили, как бы, по применению, допустим, ГЕСТИМФИТ марка А, да, вот там в основе препарата 8 видов микроорганизмов, 8 видов, и мы их разбили в зависимости от цели применения, да, здесь и триходерма, и хитомиум, глобус, и азосперилиум, бацилюсуптелис, резобиум, инокулянты и так далее. И в данном случае они, как бы, не одноштаммовые. Вот, ГЕСТИМФИТ марка А, это обработка семян зерновых, как правило, овощных и так далее. Здесь вот какой-то такой состав. Это вот на семена зерновых. значит, азимопшеница, ручные саженцы, картофель и так далее. Ну, на саженцах это делали болтушку, то есть препаратами и, так сказать, очень хорошая эффективность. ГЕСТИМФИТ марка Б, это препараты для внесения, так сказать, по пожневным остаткам. То есть здесь, как бы, несколько штабов, которые, как правило, мы рекомендуем более, там, где, ну, больше пожневных остатков, где надо, как бы, усилить целовизутические, как бы, свойства для ускорения пожневных остатков. То есть это вот на, ну, здесь я могу сказать, как бы, остановиться на том, что, наверное, к вопросу о том, что, как приживается, есть, как бы, условия, то есть определенные требования для внесения препаратов в этих, ну, в частности, деструкторов, да, ну, во-первых, в любом случае, это вечернее ночное время. То есть исследуем надо заделать. То есть если вы к утру, это надо сделать. Если опрыскиватель там сделает, может и 100 гектар сделать, вы делаете по производительности дисковых орудий, солнышко садится, вы сделали, к примеру, 30 гектар, если диски делает, вот к утру вы должны заделать. Независимо от того, сухо, жарко, есть влага, нету влаги, вот это условие должно непременно выполняться. То есть в данном случае препарат или штаммы, гриб, он найдет время, когда ему работать. Важно его заделать. Если вы его не заделаете на сон, он просто высохнет. Даже не будем говорить там об ультрафиолете и так далее. Просто высохнет мицелий. Останется спора. А спора на поверхности тоже будет ждать, ну как бы на сухой почве, грубо говоря, она не будет работать. А если она будет находиться в почве, то при малейшем изменении она в любом случае там влага будет. Даже закон физики никто не нарушал. То есть есть, так сказать, воздух проникая в верхние слои почвы все равно конденсируется. Когда-то мы видим это в виде росы, большой росы. Когда-то мы не видим, но все равно он есть. То есть для закрепления препарата этого достаточно. Условия улучшатся там как бы температура и влажность. Это будет процесс активнее проходить. Хуже, значит менее активно. Но этот процесс начнется. Я просто подчеркиваю, что этот прием он не дает мгновенного результата. То есть это надо вносить не один год. Для того, чтобы изменить баланс микроорганизмов в почве. Чтобы увеличить там триходерму или бациллярные препараты, которые деструкты. Игей Борисович, минутка. Значит препараты Г это инокулянт. То, что я вам говорил, просто мы сейчас разбили его сюда в Гестим Фит Марк АГ обработка семян на горох, соя. то есть как бы Гестим Фит Марк АГ это особенно актуально. Ну, везде актуально. Особенно в органическом земледелии. Здесь у нас азоспирилем, мегатериум, глобусом, хитомиум. Глобусом это азотфиксаторы, фосфоролитики, да, микоризная часть препаратов, которые в органическом земледелии как бы проблема с питанием всегда есть. И поэтому начиная с обработки семян, потом совместно по вегетации вкущения там и так далее, мы как бы применяем этот препарат и в том числе здесь вот биохутори выстроена эта линейка таким образом. А дальше следующая обработка идет, если в системе там БСК первой обработки, которая идет вместе с этим препаратом. А следующая заключительная обработка идет фунгицидный чисто препарат БФТИМ и также применяются эти стимуляционные штаммы. Это чисто я две секунды и заканчиваю. Чисто на подсолнечник, особенно это касается крупноплодного, потому что здесь можно самим обработать и часто хозяйство это делает, в отличие от гибридного, где уже семена обработаны и как правило они перерабатывают. В основном я как бы сказал, все по почве я тоже сказал. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. замечательный препарат. И все расходы несет производитель на все. Работает техника, ГСФ, покупает ваши препараты в течение нескольких лет. Я же понимаю, что вы же не просто даете, да? Ради чего? Чтобы потом получить эффект экономический в том числе и может быть выжить. Счастью, они выжили. А вы не рассмотрите вариант партнерских отношений, когда вот есть скрин земли, есть прекрасная предприятие. Вы входите в партнерские отношения, он несет свои затраты, а вы несете свои затраты. Высокоспециализированные, научно проработанные, ведете эти препараты по этим почвам и через 3-4 года начинаете и в последнее десятилетие делить экономический эффект. вы рассмотрите такие варианты. Я вопрос... Я отвечу, Николас очень интересный вопрос, я отвечу. Вы же выживаете, вы работаете для чего? Чтобы выживать, а мы за счет чего должны жить? За счет чего эти 3 года или 4 мы должны вам в парктерских отношениях быть, а как же мы можем производить? Давайте конкретно по существу. Это вот не касается. Алексей Иванович сказал, мы тоже берем кредиты иногда на развитие производства и так далее. В России эти номера не пройдут. Да я знаю, я суть разумею. Просто есть предприятия, когда все привезли яблоки и ждут, когда кто-то Алексей Иванович, есть предприятие, которое субсидируется, да, дает государству деньги и, пожалуйста, развивайтесь. Это тема интересная. Значит, смотрите, что я хотел сказать по поводу выступления Сергея Борисовича. Значит, минуту внимания. Значит, я, мы работаем давно, буквально уже лет 9 точно. мы пришли к тому, что биотехагра как бы понимает наши запросы, понимает то, что мы выращиваем. Вот они буквально месяц назад мы сделали с вами микробиологию. Но неоднозначная микробиология есть вопросы. Вот нам надо будет еще с вами обсудить интермехан. Значит, ну что хочу сказать. Вот они уже под нас сделали то ли под нас, то ли под всех в принципе без разницы. Есть уже схема, по которой мы работаем. Это уже как бы накатанная колея, они там подразделили немножко препараты более узконаправленные. Стало и нам проще работать, и уже это уже система. Кроме того, когда еще только начинали работать, и когда мне Борисович говорил, надо вести, Инжена Михайловна тоже, надо вести общую биологизацию. Я вам скажу больше. Мы теперь уже опробовав все эти препараты в течение вот этих лет 8 точно работаем с препаратами. Мы эти препараты уже начали применять и в интенсивном земледелии. И мы уже по химии порядка как минимум трех миллионов сэкономили. А эффект? Вот я вам скажу так. Мы первую подкормку делаем селитрой 30 дней, чтобы бактерии там не жировали на тон азоте. А потом уже делаем азотную подкормку препаратами биотехагра. И после Н-тестирования у нас содержание азота в листовой массе очень даже приличное. На тот момент, когда в данном этапе развития он превышает те нормы, которые должны быть. Поэтому препараты мы начали уже переводить эти все и в общую биологию. И я скажу так, что если в принципе так пойдет, то можно полностью переходить на и то, что сейчас обещают с 25-го года по 38-й год нас ждет все эти сказки о повышении климата, температуре ерунда. Идет всеобщее похолодание. И причем довольно-таки серьезное. Ближайшее с 25-го года ближайшие 10-15 лет. Ну там звезды как-то стали в Уран, в Плутон земля зашла. Ну в общем даже прогнозируется помните смута в России с чего началась. С того, что не вызревал урожай, нечего было сеять. С неурожаем. То есть вопрос в том, что зерновые должны хотя бы даже уже стоит о том, чтобы хотя бы вызревали. Ну это все может быть, а может и не быть. Но я скажу так, что технологии предлагаемые объектия Ахара, эта компания обошла дальше того, чтобы предлагать только препараты. Они предлагают технологию и она работает. Вот то, что хотел сказать. Алексей Иванович, посажите пожалуйста. Спасибо. Мы рискуем? Да мы рискнули то, что уже родились. Да. Да. Редактор субтитров субтитров субтитров